Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Темпл и руководитель Лондон Сити Чорч Коллин Дай. Меч Духа – это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан в подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором для углубления познания Бога, личных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Это школа служения в слове и в духе. Итак, наша тема во время этих занятий звучит так, достигая погибающих. И мы достаточно много времени посвятили тому, что мы учим о том, что это значит быть потерянным. Если люди не знают, что они потеряны, тогда они не будут знать, что им нужен Спаситель. Если они не знают, что они отделены от Бога, они не будут искать путь, как вернуться к Богу. И на самом деле это уникальным образом решается в послании христиан, как нигде в другом месте. Мы знаем, что говорит Библия. Все согрешили и лишены славы Божьей, но Библия также показывает нам, что Бог послал Иисуса в этот мир для того, чтобы стать мостом через эту пропасть, которая разделяла нас от Бога. И это значит, что Иисус разобрался с проблемой нашего греха. Когда Он умер на кресте, это была необходимая смерть, потому что без пролития крови не может быть прощения греха. Когда Иисус умер на кресте, Он взял на себя наш грех. Вот почему Он должен был умереть не из-за своих грехов, потому что Он не заслужил смерти, Он заслуживал жизни. Но Он взял наш грех на себя, чтобы... Вот что сделать. Когда Он умер, Он заплатил цену за наш грех, и Он дал нам таким образом возможность прийти к Богу через Него. И это служит основой послания Евангелия. Но вот прямо сейчас мы с вами рассматриваем такой вопрос, а почему вообще мы должны это делать? Почему мы должны проповедовать Евангелие, благовествовать? Какие мотивы у нас? И, конечно же, самым величайшим мотивом из всех – это любовь. В сегодняшнем послании мы поподробнее остановимся на этом вопросе, как любовь Божья мотивирует нас проповедовать Евангелие погибающим людям, чтобы они могли спастись. Но есть и другие элементы. Также есть более серьезный элемент Божьего суда. Во-первых, суда в нашей жизни. Вы знаете о том, что Бог будет судить каждого, каждого из нас, даже как верующих, в соответствии с тем, что мы сделали, или как мы поступили с теми возможностями, которые Он давал нам. Каждый день мы встречаемся с людьми, которые нуждаются в Иисусе Христе. И иногда это нелегко вот так вот выйти и вот напрямую заявить или провозгласить им Евангелие. Мы должны строить отношения, мы должны быть чувствительны, мы должны понимать, почему они что-то говорят или так поступать, чтобы мы не испортили свое свидетельство немудрыми словами. Мудрость – это очень важно. Но также есть очень сильный элемент суда и понимание того, что если мы не будем говорить о Христе, тогда мы не сможем угодить Ему. То есть Он же дал нам послание, и даже если это многого нам будет стоить, когда мы делимся посланием, мы просто должны это делать, потому что это значит быть Ему послушным и наступит день, когда мы должны будем дать отчет, проповедовали, распространяли мы Евангелие или нет. Но другой элемент суда, он не касается нас, он касается людей без Бога, и Библия очень-очень ясно говорит об этом, что умереть, не познав Бога через Иисуса Христа, это значит погибнуть на всю вечность. И вот, где на сцену выходит сострадание, потому что мы знаем, что люди погибают, они вечно потерянны без Христа, поэтому будет вот это чувство неотложности, это срочная задача, проповедовать Евангелие. Тогда мы сделаем это приоритетом, реально приоритетом нашей жизни, проповедовать Евангелие Иисуса Христа. И я вижу, что мы возвращаемся к теме любви в этом, потому что если мы реально любим людей, мы хотим их предостеречь, что вот грядет опасность, будет суд, но Божья любовь также будет показывать нам, что есть путь, есть выход, как избежать этого. И Его зовут Иисус. Библия говорит, что Бог излил свою любовь в наши сердца. Это римлянам 5.5, чтобы мы были готовы провозглашать Евангелие Иисуса Христа. Римлянам 5.5 стих. Здесь Павел пишет о Божьей любви в контексте Пятидесятницы, о сошествии Духа. И надежда не постыжает или не разочаровывает, потому что любовь Божия сделала сердца нашим, Духом Святым, данным нам. И поэтому везде, где мы читаем о Духе Святом, который сходит на людей, мы знаем, что там происходит евангелизация, потому что есть свидетельство об Иисусе. Вот этот Дух свидетеля, или свидетельство, сходит на людей. Таким образом, все, что мы хотим здесь сказать, мы хотим сказать, что Дух Святой принес любовь к Христу, и Он движет нами, состраданием Христовым, чтобы достигать погибающих, Он дает нам силу и способность, чтобы мы это делали. 1 Фессалоникийцам 2.8 Это очень значительный или значимый стих. Павел говорит, так и мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие, или Евангелие Божие, но и души, или жизни наши, потому что вы стали нам любезны, или дороги. Бог не призвал нас только давать им Евангелие. Да, вот теперь они получили Евангелие, ну вот, держите. Бог говорит, я хочу, чтобы вы отдали им свои жизни, свои души. Если мы не мотивируем и Божией любовью, то мы не будем мотивируемы благовестовать. Есть еще великий мотивационный фактор, еще один, это сила Христова. Аллилуйя. 2 Коринфянам 5.17 звучит как огромный лозунг, или как большой заголовок в газете. Он звучит так, «Если кто во Христе, тот новая тварь». Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, все стало новым. Это потрясающая мотивация, потому что мы знаем, что послание Евангелия знакомит их с тем, кто дает или приносит новую жизнь. И сила Христа это единственная сила во всей вселенной, которая может изменить человеческую природу, чтобы Бог принял нас. И как только мы видим силу Христа, мы начнем смотреть на людей не такими, какими они являются в своем грехе, но такими, какими потенциально они являются во Христе. Мы будем с вами видеть вот этого человека, который в настоящий момент он выражается настолько против Евангелия. Мы будем видеть этого человека как евангелиста великого. Мы скажем, «О, если этот человек придет к Иисусу Христу, он станет великим евангелистом. Просто послушай, как он говорит против него». Вот как апостол Павел. Можно подождать. На этом книга не заканчивается. Мы что-то увидим. Мы видим тот потенциал, который имеет Христос, способность сделать антагониста протагонистом, противника сторонником, сделать Савла и Старса одного из самых главных антагонистов или гонителей первой церкви, что он стал одним из самых известных протагонистов или тех, кто поддерживал сторонников, потому что он встретился с воскрешен Христом и силой Божией, которая вошла в его жизнь. И вот такой потенциал, который должен был, наверное, увидеть Анания, который был призван Богом молиться за него. Вот этот Савл из Старса, который всех губил, он должен был обратиться к нему. Брат Павел, брат Савл, он должен был сказать, «Ну, я очень надеюсь и молюсь, чтобы это Евангелие было истинной, потому что сейчас я пойду и должен поговорить с человеком, который просто нуждается в переменах». Когда-нибудь вы смотрели на человека и сомневались вообще, сможет ли ему Евангелие помочь? Нам нужно знать силу Христа. Если кто во Христе, то есть не только хорошие и нравственные, но и плохие, и нехорошие, и некрасивые, ужасные, и грешные также, потому что для греха нет шкалы серьезности, вот что касается в глазах Бога. Весь мир согрешил, и Бог может спасти, избавить их, и Он послал нас проповедовать слово, которое осуществует евангелизм. Во-первых, это не в том заключать, чтобы убедить людей в том, что мы правы, а в том, чтобы познакомить их с Иисусом. Павел знал, он знал, что это такое силой Христа убеждать людей, отвечать на их возражения, демонстрировать разумность и логичность веры, но в то же самое время не искать, прежде всего, чтобы победить в споре, а искать победы или приобретение душ погибающих. Силу Иисуса Христа. Иногда тебе нужно просто отпустить вот это вопрос и ответ и говорить напрямую в сердце человека и знать, что у Бога есть сила, чтобы обойти все эти интеллектуальные возражения и всякое ожесточение сердца и проникнуть в самые глубины личности человека силой Духа Святого. И если оно вот так, тогда мы не будем опускать руки в отношении к людям, будем продолжать достигать погибающих, чтобы искать вот этого завоевания душ для Иисуса Христа. И есть еще один великий мотивационный фактор, о котором напоминал себя апостол Павел, чтобы продолжать дальше вот в таком служении. Это тот факт, что мы с вами получили великое поручение нести служение самого Иисуса Христа. Это чудесно. 2 Коринфянам 5, 18. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение, примирение. Нам дано служение, примирение. И примирение, это одна из таких замечательных тем, которую я касаюсь во всех, наверное, занятиях вот Меч Духа. Я думаю, один из самых фундаментальных аспектов Евангелия, что мы, которые были чужими для Бога, отдалены от Него, теперь мы примирились с Ним. И если это произошло с нами, если Бог, благодаря Евангелию, примирил нас с собой, дал нам вот это служение примирения, тогда мы самые привилегированные люди на Божьей земле. У нас есть участие в служении Христа, служении примирения. Цель искупления, оправдания и прощения заключается как раз в этом, в примирении. И мы были искуплены за определенную цену, чтобы мы могли примириться, и мы были оправданы смертью Христа, чтобы мы могли примириться. Мы были прощены на основании крови Христа, чтобы мы могли примириться. Примирение. Это не просто еще один способ, как рассматривать Смерть Христа и вообще цель пришествия Христа, это и есть самая главная цель, которая лежит в основе всего остального. Для нас это очевидно, что примирение и потерянность идут рука об руку. Самая великая нужда потерянных, чтобы они были найдены, великая нужда тех, кто чужой для Бога, это чтобы они примирились с Ним и вернулись туда, где они должны быть. И у нас есть это привилегия пойти к этим погибающим, потерянным грешникам, чтобы привести их обратно к Богу. У нас есть служение примирения, когда мы берем вот это потерянное человечество и знакомим этих людей с Отцом во имя Иисуса. Итак, служение Христа в примирении, оно жизненно важно для нас. Нам нужно его понять, чтобы мы могли этим служить в своей жизни. И когда Иисус пришел, Он пришел как вот такой примиритель. А как же это работало в Его жизни? Во-первых, Он стал полностью, 100% человеком, потому что Он хотел во всей полноте представлять человечество. Чтобы примирить потерянное человечество, Иисус должен был стать человеком для того, чтобы Он мог быть представителем человека перед Богом. Он и остался, и был, и до сих пор является, и продолжает быть полностью, 100% Богом. То есть Он сохранил свою божественную природу, свою действующую, существующую божественную природу, потому что Он хотел представлять Бога для человека. Поэтому этот Бог и человек – это единственный посредник между человеком и Богом. Только Иисус мог во всей полноте представлять человечество и Бога и объединить их на кресте. Поэтому Он и есть самый главный примиритель. Но для нас, чтобы следовать по Его следам и служить примирением, мы должны отождествиться и с потерянным человечеством. Поэтому также мы должны познакомиться с грешниками, знать их, любить их, знать, чтобы мы могли представлять их и понимать их. И также нам нужно оставаться близкими с Богом. Нам нужно быть близкими к обеим сторонам, если мы хотим принести это примирение. Поэтому наша евангелизация в равной мере относится к тому, чтобы принести Бога к людям, а также в том, чтобы принести людей к Богу. Это значит, что мы должны оставаться близкими к Богу и быть абсолютно зависимыми от Духа Святого, возрастать в нашем познании Его воли, Его Слова, подготавливать себя абсолютно во всей полноте и не опираться на человеческие стратегии или традиции. Это значит, что мы должны быть полны жизни, полны любви и не давать людям то, что для большинства людей означает евангелизация, которых евангелизировали такие безжизненные, нелюбящие, законические христиане. Нам нужно любить этих грешников, как Христос любил их. Нам нужно быть с ними вместе, смешиваться с ними, принимать их и любить такими, какие они есть, и показывать им своей любовью что-то от Отца, познакомить их с Отцом во имя Иисуса. Но мы также должны увидеть, что мы должны оставаться близко не только к Богу, но и к людям. Нам нужно быть близкими к людям. Некоторые люди настолько близки к Богу, что на земле от них никакого толка нет. И наши церковные программы не помогают. Знаете, что происходит? Я немножко здесь как бы, да, касаясь того, чему мы учим в теме «Слава Божия в церкви», но вы знаете, там я вот такую мысль выразил, что мы неправильно понимаем природу церкви. Евангельские, харизматические верующие очень хорошо умеют объяснять, что церковь – это не здание. А тогда что такое церковь? Мы слушаем, как они разговаривают, мы наблюдаем, как они ведут себя. Получается, они верят, то есть они этим показывают, что церковь – это собрание. Ты ходил в церковь, мы идем в церковь. И так заканчивается собрание, церковь заканчивается. Но церковь вообще не то. Ты и есть в церковь. Ты не ходишь в церковь. Ты сам в церковь. Ты не просто ходишь в церковь, и ты никогда не был в церкви. Ты и есть в церкви. Два-четыре часа в сутки. Если мы думаем, что это значит встречаться два-четыре часа в сутки, это неправильно мы понимаем. Больше церкви – больше встреч, больше собраний, больше размера церковь. Лучшее собрание – лучшая церковь. Церковь не равняется собраниям. Некоторые люди, похоже, учат тому, что Иисус сказал. Я пришел, чтобы дать вам собрание, и чтобы дать это в избытке. И некоторые из наших церковных собраний – это как раз те вещи, которые работают против евангелизации, потому что нам так хорошо, и мы окружаем себя зданием, и еще раз изучаем Библию. У нас библейские уроки, и мы полнеем и полнеем, чем раньше. То есть мы становимся более полными, набираем вес и ничего не делаем. Мы просто у нас такие духовные запоры. Потом мы идем, уходим, расходимся еще раз. Нам, мои друзья, нужно с этим разобраться. Друзья, мои друзья, но мы должны быть там, среди грешних, как Иисус был. Иметь друзей, дружить с людьми. Я не говорю о дружбе с миром. Помните, мы от мира, мы в мире, но мы не от мира. Будьте к ним близки, поймите, о чем они думают, что они чувствуют. Когда ты говоришь им слово от Господа, чтобы ты мог передать это словами, которые для них понятны. Не меняй евангельское послание, но представляй его словами. И такими, таким языком, в такой форме, чтобы это было понятно, чтобы это было чем-то актуальным для них. Вот это и есть великое служение примирения. Есть еще одна великая мотивация, или великий фактор, самый вот такой великий, и это последний фактор, который я упомяну, это есть смерть Иисуса. Смерть Иисуса, 2 Коринфянам, 5 глава, с 18 по 21 стихи, показывают, что сам по себе крест является окончательным, очень сильным мотивом для любой евангелизации или благовестия. Все же от Бога, говорит Павел, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. И так мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вы видите это? Мы умоляем вас, мы просим, примиритесь с Богом. Почему? В чем его мотивация? Какова вообще возможность вот в данном сценарии? Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву из-за греха, или буквально он сделался грехом за нас, чтобы мы в нем сделались праведными или стали праведностью Божьей в нем. Вы видите, что говорит Павел? Он говорит, что-то произошло. Послушайте, мы просто должны об этом всем рассказать. Бог был во Христе. Он понес твои грехи. Тебе не нужно быть таким больше. Ты можешь примириться. Бог сделал того, кто не знал греха. Он стал грехом для того, чтобы ты мог стать праведностью Божьей в нем. О, я скажу вам, этот крест, его достаточно, чтобы сделать каждого человека евангелистом. И даже вот этого библейского учителя сделать евангелистом. Представьте, я думаю, что все, я готов собрать свои чемоданы и поехать. Аллилуйя. Разве это не побуждает тебе желание вот так вот закатать рукава? Вообще, я не евангелист. Вот такой вот классический евангелист. Но все-таки в определенном смысле я евангелист. Я действительно ищу и стремлюсь этого, быть послушным. Слово, делать, нести этот труд благовестника или евангелиста. Я езжу в такие места и в таких контекстах работаю, где они не знают, что я не евангелист. Тогда я проповедую, как будто я евангелист. Стоять там и провозглашать такое послание. Какая привилегия и какая мотивационная привилегия, потому что это действительно мотивирует меня. Послушайте. Давайте я сейчас представлю, что вы группа грешников. Ну, просто на минутку. Вам не нужно нести свой грех. Вам не нужно нести свой позор, свою вину. Иисус все это взял на себя. И он, вместо твоего греха, он дал тебе или подарил тебе дар своей праведности. Послушайте, примиритесь с ним. Разве это не мотивирует нас? Посмотрите на послание евреям, 12 глава, 3 стих. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть или не разочароваться душами вашими. Другими словами, Иисус пережил все ради Креста. И благодаря тому, что Он через все это прошел, Он понес на себе все. Он выполнил эту задачу. И когда мы сталкиваемся с оппозицией, сопротивлением, сложностями, вспоминайте, что Иисус пошел до конца, до Креста, и мы должны пойти до конца в Евангелизателе, в Благовестие. Поэтому, когда мы разочаровываемся, или наоборот, когда мы становимся такими довольными, успокоенными, или когда мы становимся ожесточенными в сердцах, в своих желаниях, давайте я немножко поделюсь с вами чем-то. Я, у меня нет проблем с Божьими желаниями. Божьи желания, они такие желанные, они такие чудесные. Под помазанием Духа Святого я скажу, да, чему угодно, что Бог захочет или попросит меня. Это вообще не проблема. Проблема в том, что есть мои желания, которые конкурируют с этим, они соревнуются. Мои желания. И когда вот этот загар, можно так сказать, от наших собраний, он смывается, как люди, которые возвращаются, да, с какой-то конференции, как будто они побывали в отпуске где-то на курорте, они приезжают, такие загорелые, но потом загар смывается, слава, которую они пережили на конференции, уходит. И вот эти другие желания говорят, эй, ты вернулся? О, а мы так и не ушли от тебя. И они начинают соревноваться с Божьими желаниями. Лично у меня нет проблем с Божьими желаниями, у меня есть проблемы с моими желаниями. И когда мои желания начинают действовать, я начинаю думать о моих каких-то вещах, о том, что представляет интерес для моего я, что-то для себя, что-то я хотел бы сделать для себя, вместе с собой, ради меня самого и сам по себе, это мое я, 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 мне, мое, тогда вот нам нужно вспомнить о кресте, потому что крест, он может убить, и он убьет твое я, твое эго, и крест будет говорить тебе, не только наши. Крест будет говорить, не твое только. Вы знаете этот стих, 1 Иоанна, во 2 главе? 1 и 2 стихи. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатайя перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Он отвратил гнев Божий на наши грехи. И дальше он говорит за грехи наши и не только за наши, но также из-за грехи всего мира. Когда ты держишься за крест, ты видишь, что крест не является твоим личным, исключительно таким твоим имуществом. Крест, он принадлежит всему миру. Иисус ведь умер за всех. Поэтому в такое время, когда мы становимся такими самодовольными, потому что слова о Голгофе, слова о Евангелии, слова о Иисусе становятся для нас настолько уже знакомыми, заученными. Но потом, если мы вернемся ко кресту и снова увидим, поразмышляем с помощью Духа Святого о великой жертве, которая была принесена, и о Благой Вести, которая может быть провозглашена, вот на основании этой жертвы, вот тогда наши сердца меняются. И Павел говорит, похоже, я мотивирую им крестом больше, чем чем-либо другим. Как еще снова и снова я опять осознаю, получая вот это серьезное откровение, сильное откровение Духа Святого, что там на кресте Бог вылил на него всю грязь, всю боль человеческого греха и сделал вот Его, Иисуса, безгрешного, беспорочного, Он сделал Его грехом. И дальше он говорит, я так рад, потому что у меня есть послание надежды. Такое послание, которое все изменяет. И Павел пишет об этом в первой главе послания Колоссянам с 19 по 22 стихи. Здесь говорится, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем, во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью Христа Его, и земное, и небесное. Вы знаете, евангелизация или благовестие стоило Иисусу крови на кресте. Примирение стоило Иисусу всего. Итак, вот в такое служение призваны мы, потому что в нем будет жертва, в нем будет святость, когда мы берем и принимаем все от Бога. Мы живем в объятиях Отца, но также это будет для нас означать протянуть свою руку любви и сострадания к тем людям, которые погибают, принять их. и привлечь их вместе вот в это общение, которое мы имеем с Отцом. Вот как Бог решил в первую очередь открыться, открыть себя этому погибающему, потерянному человечеству, послав кого-то мотивируемого любовью и благодатью и милостью, чтобы прикоснуться к жизни людей. Прикоснуться к жизни людей физически, вот так вот, воплотившись, отдать себя для этой смерти на кресте, чтобы снова воскреснуть, вот так физически, чтобы быть их спасителем, чтобы послать нас вот туда, физически, под помазанием Его Духа, в Его сострадании. И когда мы помышляем о таких вещах, когда мы держим их перед глазами, в мыслях, в любой ситуации, это сохранить твою свежесть в твоем благовестии или в Евангелизации, ты будешь дальше продолжать идти ради Него, прославлять Его имя, достигать погибающих. Сейчас, завершая наше занятие, вот сейчас, я хочу попросить вас, размышляйте о благости Божьей, в том, что Он спас тебя. И это будет двигать вами, мотивировать вас, чтобы вы достигали людей Его любовью, чтобы прикоснуться к жизни других людей. Давайте не будем останавливаться никогда, достигать погибающих. Бог да благословит вас до следующего занятия. На этом мы завершаем наше сегодняшнее занятие на тему «Достигай погибающих. Я молю», чтобы вы были вдохновлены достигать таких людей, которые еще не знают Иисуса Христа, чудесным посланием Евангелия. Мы вернемся, и в следующий раз мы продолжим наше учение на тему «Достигай погибающих». Увидимся, и Бог да благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok